под этим видео у нас будет очень много критики я уверен потому что у нас это спонтанный захват студии нам просто реально было скучно сидеть мы в общем ситуация вообще ребята такая так произошло мы пришли в офис к франчу нас закрыли в офисе мы решили включить камеры думаем давай про что-то попить made in ukraine украинские бренды украинские компании которые не могут ничего за рубежом вот ничего у тебя рекламная у тебя маркетинговый агентствари у нас нету это не интервью ничего такого у нас повестка как компаниям из украины пробиваться где-то там где они мечтают пробиться украинский рынок им не нравится украинцы все украинские украинцы в цураемся когда ходим рядом по улицам за границей кстати единственная нация которая ходит и нахрен это хохлы не хочу не хочу вот есть буквально мы там даже по с ребятами мы сделали маленький ресерч посмотрели какие компании ну там где-то в прессе пробились да там кроме айтишников и фэшн скажем так похвастаться особо нечем да ксению шнайдер носят какие-то там бейонсе джей-зи и ковальскую еще тоже витта кинка в свое время помню пошумела витта кин с вышиванками у нее там sold out и какие-то там происходят пустовит литковская и есть айти грэмор ли под куб макпо people и а я не знаю сервисный бизнес да какие-то аякс который тоже там что-то продает мегого ну в общем есть вот 15 на пальцах пересчитать компании и мне кажется что они там где-то засветились вопреки они благодаря сто процентов вопреки кто их поддерживал никто и к не они нужна никакой поддержки смотреть мы вот еще клево вечно экране вот мы там и такие же мне кажется для рубик это хер когда происходит дизайн и дизайн-то хуй я согласен но словно месиво какое-то знаешь мне кажется украина сейчас повосправлять то что говорит я да 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 понимаешь вот смотри и давай хорошо я так я так вот это посмотрел думаю мы с ребятами сидели и говорили так хорошо мы свою компанию потащим куда-нибудь там не на русскоязычный рынок там где кириллицу не понимают вот так и что мы там будем предлагать за что будем бороться как вообще нас будет воспринимать там имеем ли мы право с кем нас будет сравнивать бла-бла-бла-бла-бла включили маркетологов и брейнсторм заглох заглох полностью а потом подумали а что знают про украину как не относятся типа там японцы это инновации немцы это качество ты про позиционеры которые сравнивали да 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 типа made in ukraine это что такое это 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 помощь людям в сложной ситуации покупка продукта на объективно это война сейчас ну согласись на нас нет ни другой повестки сейчас но президент вышел с минутным роликом ты видел видел что из новенького нет в конце августа он вышел с роликом я перезапускаю бренд ukraine now ты видел этот скандал посмотрел перекрасили айдентику которая нашумевшая да 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 и он ничего кроме пятипроцентных налогов для айтишников не сказал а в биво вообще в google made in ukraine нет в битву в битву ты видишь что интересно кто у нас в первых строчках на made in ukraine я правильно бил о мари группа украинская украинская странная эстрадная гурт меня на украины там еще ты встретишь что-то с путешествий все хер ничего нету больше ничего нету не найдешь ничего вот тебе наша стратегия но смотри made in ukraine про путешествие это эту штуку ты можешь найти кстати единственный кто что-то делает с точки зрения хотя бы упаковки но на что мы с тобой тоже говорили а нафига внутри а значит вот мы made in ukraine это экспортная история вообще надо быть что мы миру транслируем что мы вообще отдаем по факту зачем нужно made in ukraine ну чтобы как-то опаковать эту лейбу весь вешать себе гордиться ей но ты прав пока гордиться непонятно чем я недавно написал пост там дню независимости про то что на хрена называться какой-то прозападной компании зачем там рисовать не не кириллицу в логотипе зачем говорить о какой-то там про европейской принадлежности там и так далее и так далее а потом подумал блин так открыть нечем нечем но типа нечем но с другой стороны так может быть что-то самому придумывать и чем-то крыть ну вот допустим плане это стратегия да да вот смотри рекламные агентства маркетинга есть я считаю что они очень сильно отвечают за это потому что они выпускают что смысл практически не одни из многих то делает смысл на сотни брендов проходят через рекламные агентства приходит бренд нам нам нужен ребрендинг приходят я когда-то сам лично строительной компании предлагал быть а-ля немецкой нанять какого-то немцев во главу 5 на этого нарисованного там какого-то немца который все думали чтобы это не вид но это прямо такая раньше там вообще прям супер круто заходить это сейчас есть у нас есть клиенты которые осознанно не говорят что они из украины хоть команда очень крутая не просто открывает офис других странах европейских американских что просто показывать что мы вообще не сюда пришли это прям вот наша реальность это стрёмно что я когда написал колонку про made in ukraine в комментариях там много шарили а потом чувак один рассказал что они вынуждены были нанимать посредников на переговоры чтобы был кто-то кто не украинец то есть не как слушать не хотели для них это дичь типа ну они кинуть могут непонятные ребята и не с точки зрения там мебельный бизнес у них был крупная компания на пофиг вы из украины а вот прикинь что есть по восприятию то есть это то что перекладывается дальше на нас тут нет ничего плохого в том чтобы например заимствовать какую-то типа культуру какой-то эпизоду например японский бабе саби да и делать мебель например в этом стиле или там делать что-то под скандинавов или делать еще что-то мы вообще не любим делать ничего под себя это вот прямо очень редко как мы себя стыдимся вот реально у нас есть мы себя стыдимся во франции на круазе ты как бы слышишь украинскую мову и ты такой раз обходишь да 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 знаешь нету добавленной стоимости у украинского внутри рынка и нету потому что мы типа ну какой-то украинский понки нафига переплачивать ты как привел пример она смотри их почему почему там тоже витокин потому что она сначала стала известна за рубежом а потом я начали покупать здесь типа ну круто дорого потому что там засветилась от стратегии украинского бренда то есть если сначала там стал прикольно там заметили ты здесь можете по ты здесь круто надо чтобы там джей-зи раз в жизни надел и здесь уже как бы все круто и точно такая же была когда-то стратегия у владимира кличко он давал интервью только западной прессе и вся украинская пресса перепечатывала потому что до сих пор так работает это очень прикольная стратегия берите на заметку ребята пользуйтесь пример свой пример привожу я езжу на серфе кататься там приезжаю на там по субботам выходным выхожу в экспарке и вижу там очень странный типа как старая амфибия знаешь шерп думаю что это за хрень такая вообще никогда не обращал внимание такое потом выходит ролик новый клип каннивеста где каннивест значит по пустыне едет только думаешь это же та херня который я видел там каннивест так что это такое украинский бренд думаю ничего себе каннивест ездит на украинском бренде но потому что она дикая странная и максимально непонятная штука для клипа классный антураж да но тут ты начинаешь сразу ага бренд знаю ага круто там если те выборы если запад одобрил если их там какие-то критерии выбора преодолены и это купили то все можно брать ты понимаешь прикольная штука что стратегия начала бренда началось с каннивеста фактически для них есть так посмотреть большого мирового но все руки поедили тебя типа ты вот на таки не в сюка прикольно тоже значит интересно классная марка давай рассмотрим историю опять же самого известного там и made in germany они же помнишь на они начинали с чего они начинали с того что великобритания индустриализация защита британского продукта потому что стали открыты пришли немцы начали только толкать продукт не британской а давайте мы будем клеймить британские мол говно давайте будем лепить что-то made in germany но когда люди начали покупать а ну не ломается а британская ломается made in germany живет то есть она по факту спустя сто лет это самый сильный бренд сегодня made in в чем-то made in страны все отметаем всю идеологию отметаем все эмоции у геббельса есть список как бы правил пропаганды говори просто чаще громче и эмоциональнее обвиняя другого там ну там реально есть там список чем активно пользуются некоторые сми каждый день и германия в этом смысле взяла для этой лейб это же как раз послевоенная была бабах да там скажем так люди стали на немецкая просто охотиться это немецкий диван это тюль немецкая я когда-то разбил какую-то вазу немецкую просто не она просто вот как бы стеклянная хочу урона где-то в офисе на этих вазу давай бери что-то разбить и получал терлей прямо это что это прям такой дефицит невозможно найти тогда например даже смотри даже как вот made in russia там она в 1800 году появилась это тоже древняя лейба смотри в чем проблема что говорили а раша что что как по моему с керамики не помню они начинались на посмотреть но у них тоже есть система организована есть понятно почему ты как производитель цепляет стратегии что тебе дает государство у нас смотри у нас же есть пока ну там собственно есть стратегия и айдентика стратегии но нету маркировки нету стратегии маркировки made in ukraine непонятно зачем никто этого не пушит даже мы выдачим посмотрели ноль про эту информацию искать какую-то поддержку и суть вообще что дают украинские бренды миру нету этого я помню когда я был в финляндии когда посещал покатался у них есть тоже там один финал и еще и знак специально который получает за него охотятся потому что если ты получаешь этого и бочку ты попадаешь в бюте free ты попадаешь еще получит с вами конечно ты должен во первых пока что все продукты произведет смотри например варенье которые допустим делается не знаю какие там ягоды у них там много прикольных ягод все ингредиенты были собраны на территории финляндии и вот сейчас есть же закон которые наконец-то приняли это очень классный ход когда мы начинаем защищать территориальные бренды там те же арбузы херсонские там что-то у нас там брынза карпатская вот это первый очень важный кстати путь тому чтобы появилась какая-то улька стратегии работы с этой маркировкой смотрите украина это про три вещи дешевое производство дешевая рабочая сила там и едва цена так у нас сейчас позиционирование это самая дешевая самая дешевая фигня вообще в европе кстати было прикольно это сравнить со всеми насколько мы объективно дешевые да вот василий милицкий он рассказывает что он считает это все он знает он знает что производства украине дешевле чем в китае в разы иногда там в каких-то элементах даже очень сильно в китае во многом начинался с того что мы самые дешевые для производства сейчас уже не дешевые специализированный нишевый там на любой запрос есть производство но начало такое значит мне кажется для украины очень стрёмная история говорить что мы самый дешевый но потенциал и возможность мы иначе типа говорят как маркинге спускаться с когда-то в дорогой ниже возможно с снизу вверх не получится в китае огромная страна с огромной очень крутой экономика а что мы можем предложить мы можем если мы стартуем что мы дешевые типа приходите у нас дешевые сервисы дешевые продукты ну типа это стратегия как минимум когда конкретика но мне кажется на перспективы опять же ну сам понимаешь она не продок маржу на этом а сейчас мы зарабатываем украинцы за счет того что мы хотим больше маржей и бренда добавленной стоимости как ты на этом опять же дешевые это объемы украина объемы ну есть вопросы интересная штука что еще по поводу нашей ментальности мы же очень кейсозависимые нам нужно чтобы как у соседа а потом ты от соседа то есть ты сам от соседа пойдешь нам нужно чтобы мне от соседа была до стратегии украины короче фишка том что если кто-то уже сделал мне гораздо будет легче попробовать сделать лучше но есть не делал никто очень мало кто украине пытается быть первым это кстати наша шла и яйца маленькие мне кажется да и но не от не раскрыты и еще не по не показали кто не знает мы все про украину говорили от травил знаешь там и важно почему попробовать впервые украинский продукт в еде я верю что можно попробовать украинский продукт нормально запакованный что-то новенькое гастрамистская культура ну сейчас вывалишь тебе приходят говорит вы знаете это центральная африканская республика продукт как она выглядит центральная африканская республика выглядит примерно как говно ну вот просто все там то есть там нету не 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 метр асфальта то есть это просто вообще полная жопа и там малярия и полный трендец происходит и представь тебе приходится в африканской республике мейден цар да и говорят free trial ты сейчас стебешь африку сегодня вышел релиз победителей dn ad awards ну наша мировая там дизайне премия американская по-моему американского родина и выиграл один из топ 4 финалистов кейса африканской африки про go back to africa они они взяли контекст что все говорят идите брать на свою короче в дичь свою африку и они показали какая африка куда возвращайся кстати вот из слабости обыграли показаны значит подемонстрировать через слабости это нихрена не слабости что очень красивая локация ну опять же значит от преуменьшения поход такой помнишь был ролик у бэд инглиш помнишь компейн был не помнишь как они рекламировали у него клиент буковель и они рекламировали этот край для иностранцев hello welcome to ukraine come here see here we hear баня да вот это движ так что мы немножко кривые непонятные там гуцулы какие-то а по-моему все и говорили но есть обратная штука что иностранцы как раз в восторге от того что очень много украинцев понимает английский да а прикид опять же если ну там побывал в азии в азии встретить англоговорящих людей это настолько редкость огромная в заведениях вообще в магазинах вообще анриал в банках невозможно то есть я в последний раз когда был я общался только с помощью гугл транслайта потому что нельзя было ничего получить от людей какой-то меняемого ответа ты просто врубаешь и хоть как-то пытаешься общаться особенно в аптеке у меня была проблема в аптеке в азии что-то я приболел что-то чесало я понял ты знаешь чем подумал мы не обсудили с тобой тему очень сильное восприятие украины как сексуальной стороны с точки сексуальности наших женщин что-то бы это гипер хайповая тема и на фоне сексизма что ты про это думаешь ты это знаешь как этот наш как ты такой-то на тебе геркос объективно реально вот смотри есть имидж . почему важно говорить про имидж если об этом не говоришь он начинает формироваться независимо от тебя то есть условно там приезжие люди из ближайших турокурортных стран они здесь тусят они под них открывается стрип клубы по них открывается масса разных заведений вот и сейчас даже в бить в поиске там условно что ты будешь бивать я хотел хотел показать иностранных блогеров которые приезжают в украину что они рассказывают например да иди а вот я этих смотрел кара и нейт короче чуваки они тут у нее они сделали ролик one day in киев это они показывают как они вообще во всем мире там по подводочка и вот они там здрасте мы арендовали квартиру где-то это львов или киев все и вот они ездят на супер дешевом убери они рассказывают как платят полтора бакса за uber они пошли на блошиный рынок и рассказывают какого они там говна накупили когда они ходят с камерой каждый третий дед подходит и говорит типа ты больная что ли заходят там какую-то не фуражку купили и чувак купил за 50 долларов часы луч которые на ebay можно там за 400 за 500 баксов прикинь картинка которая от них идет они популярные блогеры посмотри почти миллион просмотров и вот картинка украины да и что мы опять же транслируем такой new daily и ты такой 1 1 1 потом они пошли на какой-то еще рынок почему не ходят по клевым местах они ходят не у них и у них здесь четыре части вообще вышло но это как сжатая тема про киев за один день вот они показывают как они в метро пошли немножко такого совет немножечко а-ля берлин туда не вышли какие-то они все время нужно напуганные они такие о боже вот какие-то такие ужинки они боятся они в восторге но да потом они пошли на арсенале но говорят 5 минут мы на эскалаторе спускались прикинь вообще да это самая самая длинная самая глубокая в мире там станция вот мы там вышли где-то в этом говномороженном купили какой-то счастье просто и мы сейчас про девушек вернемся как вовка я видишь и вот они вдвоем а потом они пошли в лавру ну конечно же не пошли лавру в 4 она закрылась лавра и они говорят хорошо в 4 она закрылась но мы тут нашли какого-то типа который на нычку нас по пещерам проведет мы дали ему там какую-то там какую-то денежку и он нас завел провел по пещерам и они рассказывают боже как это невероятно было какие добродушные люди взломали в церкви систему взяли в церкви взятку и прошли у нас же нету закона защиты чувств верующих пока нет после этого выпуска появится да да и чувства неверующих надо одновременно принимать вот и короче они пошли значит по этим пещерам полазили вышли из лавры потом пошли в ливийский круассан и говорит все нам рекламировали это заведение во всем просто обязательно надо играть а это клиент франча рома даже связанный может вспомнить твоего клиента он вы выплюнул кляп и выговорил да вот они пошли на прекрасный майдан кстати ты был на мэк это был на майдане позовно был да вот ты приди там походи ногами там просто под ногами как бы осталось насрать осталось вот там все настолько поломано то есть каждая плитка она просто на 7 раз поломана ты идешь это 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 картинка красивая фонтана рабочая ну типа да окей сейчас подожди сейчас извини пожалуйста смотри на плитку просто треш ты хоть я там вот я шел просто в телефон смотрел я много раз бился ногой и вообще не понимаю потом они залезли в какую-то там башню потом пришли на майдан вечером и вечером на майдане уличные зазывал и подходили к ним в камеру кричали не боже какие френдли люди в украине там ну то есть я думаю что пока он кривлялся он там лопатник пытался его вытащить но это и смотри и вот это есть у них еще четыре серии подробные они там ездят разные города в одессу по моему там не ездили а это сухой остаток всех четырех то есть вот это на миллион просмот вот это украл там вот так это выглядит факт но столица украина вот ну факт да такое есть очень быстро про женщина да очень быстро про женщин в маленьких городках в регионах вот не ни хрень делать совершенно ну я много езжу много смотрю за пандемию много куда за 100 минус по тысячам по населению да да и у нас очень красивые женщины очень красивые девушки это просто весь мир знает об этом и конечно ну и они там ищут лучшей жизни вот они просто они не понимают как эту жизнь лучше найти то есть им они они даже не они там не смотрят телевизор youtube там особо они ни во что не вникают и там как-то очень все так тихо 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 идет если нет нет где-то появится какой-то а-ля иностранец который скажет красавица там поехали покажу тебе весь мир там ну и к на ломаном языке у нее ничего плохого от этого как бы не ассоциируется потому что у нее плохое гораздо больше того где она живет да люди осуждают да то есть она она как-то нормально это воспринимает если с ее глаза ее глазами смотреть в этой в эту секунду то нет никаких после понимаешь я ее понимаю да но все иностранцы по возвращению домой у меня есть друзья из израиля уже не сильно друзья потому что они сюда приезжали чисто вот у них секс туризм факт уикенд да они приезжали приезжали в арену находили каких-то и как бы развлекались прекрасно и шли вот крышки у тебя тема франшизы франшизы и и шли как бы домой у них с ними в отелях где угодно я говорю ребята пойдите проверьтесь все все как бы сделано то есть то есть вы а они для них это как как роллер костер какой-то диснолайн понимаешь вот такая вот фигня и это такой переговорочная история то есть я это очень хорошо знаю про израиль но это стало очень массовым видишь то есть она у них никто никем не нравится но при этом судя по всем по сайтам по всем этим историям очень много промоутируется да да если ты давай давай загуглим проститутки в украине только на английском google проституша википедия секс туризм в украине прямо смотри страница на википедии посвящена секс туризму украины made in ukraine нету странички в википедии ее нету у секс туризма есть страничка это том числе для меня отражение реальности то есть мы мы конечно понимаем что мы не ну мы мы против секс туризма но что мы против поставляем на секундочку одно объективно конечно это золото ну это хреновый имидж но как с этим сейчас бороться если просто ну будешь просто говоришь что плохо кому мы это сделали западных клиентов для западных гостей на английском написано согласно украинским средства массовой информации страна стала меккой для одну как бы вот этих и понимаешь ты уже брендинг все она когда ты говоришь мы стали меккой говоришь это плохо но ты говоришь это мека для секс туризма все америка пикап художник чувак который приезжает в страны и снимает девочек вот этот вот я называю пикап художники какой-то пик ну типа пикап мастер какой-то который берет девочек снимает идет с не идет с ними в свою квартиру был блурит им лицо занимается с ними сексом выставляет на порт хабе за донаты и у него в украине просто дофигище таких съемок просто там все наши места локальные там наши наш майдан наш еще что-то вот тебе и контент порт хаб с их аудитория вот поэтому тут ничего нет плохого что там люди занимаются сексом или там друг другом знакомятся идут по доброй воле это делают вообще нет ничего проблем никаких проблем но то что репутация такая мы сейчас про брендинг на так себе херово просто на должно быть чем-то крыть чем-то крыть в голландии но в нидерландах есть улица все легализировано рипербан в гамбурге в германии это просто вообще ну то есть мека квака да ты идешь и тут битлз раньше играли здесь клуб русский стандарт и куча 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 проституток просто пишет а улица днем хорошая там ролик магазин я так понимаю ты тоже за легалайз максимально да я такой лево центрист то есть я за то что это и так происходит на просто если лучше грамотно пусть проститутки платят налоги в страну это нормальная история и финансирует бюджет до тех пор пока это не трогает и не мучает людей как-то им это вообще не вредит это существует и так просто это как бы незаконно крышуется вообще она должна как-то регулироваться абсолютно но то вот из-за того что она незаконно из-за того что она не рассказано правильным образом вот тебе секс-туризм так проститутки в украине еще посмотрим что в общем как вывод шары побольше смелости побольше и не не пытаться быть не тем кем ты не уязвимость критики она не работает проект ну так давайте лучше сделаем да там но не работает это плохо сделали это еще очень важно просто пробовать ну дальше типа не сидеть думать не получится никому не нужен буду сделай сначала вот просто что-то возьми и сделай взлетит класс пойдет дальше нет не получится вообще ничего не будет ну вот если у нас получится такой формат повестку пообсуждать то мы сделаем какой-то какой-то поселишься здесь у романа форма ну да 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 придется его развязать переехать стоп 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 стоп